Уважаемые коллеги, у нас в гостях доктор, травматолог, ортопед, наш уже не первого раза гость, Вячеслав Николаевич Величко. Ваше место работы это институт травматологии и частная медицина. Я сейчас институт травматологии на кактерии спортивной болезненной травмы. Прохожу курсы по артероскопии, эндопротезированию, я уже раньше проходил такие курсы 10 лет назад, но сейчас работаю как частный врач в нескольких медицинских центрах. Но вы показывали на прошлый раз интересный случай, я так понимаю, что сегодня, заглядывая то, что я уже немножко знаю, вас уже как раз будет, наверное, там, где вы стажируетесь, в случае и спортивной балетной травмы, да? Да, спортивная балетная травма, но особенности, то есть сейчас у меня поток пациентов, как и дети, так и взрослые. Половина детей, половина взрослые люди, вот, и я оказываю помощь и тем и другим, то есть, ну, какую я хотел бы выделить группу, это дети-спортсмены. Вот, дети, которые готовятся к соревнованиям, к состязаниям, которые имеют, ну, подготовительные этапы, на этом этапе они получают повреждения, те или иные, вот. И, допустим, к какому-то состязанию они готовятся, ну, там, несколько-то, 3-5 лет, вот, допустим, честно, мира, там, или, ну, серьезный турнир какой-то, вот. И они получают повреждения, в результате которых они получают болевой синдром и статикодинамические нарушения, в результате, ну, травмы, повреждений во время тренировок. Вот, и моя задача, как бы, ко мне они обращаются, моя задача, как можно их поставить в строй. То есть, возвратите в поток, в спортивный поток, чтобы они могли, как бы, закончить и получить достижения. Хорошо, давайте посмотрим. Это ваше краткое резюме. Так. Вы были на конгрессе в Милане в ноябре 19-го года, еще успели, вот, вы там были и слушали эти доклады. И, вот, начинаю. Слайд, пожалуйста. Да, ну, я могу сказать так, что я занимаюсь с коллагеном МДИ около года уже, и очень доволен, более 500 людей, пролеченных с помощью коллагена МДИ, как в острых ситуациях, так и, я лечил и хроническую патологию, артрозы, артриты, эти спортивные травмы. Около 500, вы сказали. Эти, около 500 людей, которые получили коллагеном МДИ, как скорой помощи, как лечение, ну, включенных коллагеном МДИ в схему лечения спортивных травм. Угу. Хорошо. Тогда, пожалуйста, первая пациентка. Расскажите, пожалуйста. Да, вот, ну, хотел некоторые пациенты, которые, ну, запомнились, конечно же. И, вот, подготовка к чемпионату мира, выраженный болевой синдром, первого плюснифлангу встава правой стопы, вот. А чем занимаются спортивные танцы? Спортивные танцы, да. То есть, обратились родители девочки, обратилась девочка, я ее смотрел, поставил диагноз, сделал исследование, делаю УЗИ-исследование, также рентген, КТ, МРД, то, что требуется, вот. Ну, был поставлен диагноз артрит первого плюс, пятого плюснифлангу встава, пятого плюснифлангу встава, вот, болевой синдром и статико-динаметические нарушения, это ей мешало подготовиться к своим соседаниям, вот. И, как скорая помощь, я вел коллаген вместе с глюкокортикостероидами, это первый раз, вот, и потом им местные анестетики, это навокаин. Это первая инъекция, да, это первая инъекция была, и потом, в последующем я вводил ей поли, коллаген МД поли и коллаген МД неврал. Дальше только коллаген АТРПИ, без анестетика, коллаген АТРПИ, 5 раз, 3 дня, вот. Ну, мы полностью восстановили функцию, вот, и она смогла успешно выступить на этих соседаниях. Какой срок улучшения был, когда вы увидели, что вот оно пошло, после какого инъекции? Ну, буквально после первой инъекции ситуация улучшилась, вот, она продолжала тренироваться, потом на третий, там, четвертый день, вот, и она, ну, опять возвращалась, в принципе, и прописал так, чтобы каждые три дня она ко мне приезжала, делая инъекции. Вы подводили ближе к фасции, да, к фасции нарушений, туда, к локусу нарушений, ближе туда вводили? Да, точка перегрузки у меня была в области пятого плесня фалангового сустава, вот, и был болевой синдром. Мы полностью убрали болевой синдром, восстановили функцию, вот, и коллаген в этом очень сильно нам помог. То есть, я считаю, что коллаген был, ну, ключевым звеном, который дал вот такой хороший результат. Ну, да, сегодня как раз тема получается, спортивная медицина больше, и будем сегодня говорить, и Катенко Сергей, врач Днепра, будет сегодня об этом говорить. Хорошо, ну, как выступила? Ну, я не, точно не могу сказать, я не знаю, я, ну, я врач, все-таки, мне неудобно звонить и спрашивать, как все. Ну, потом расскажешь, я думаю, что. Да, ну, дело о том, что сама подготовка была, то есть, это значительно лучше было ситуацию. Конечно. Она была достойная подготовиться. Хорошо, следующий пациент. Да, следующий пациент, это боксер, значит, хронические боли, перегружены были дольдовидные мышцы, опять же, мальчик 13 лет, готовился к заседаниям, пришли родители, уже знали, чего хотели, чтобы я сделал блокаду при помощи коллагена, местного анестетика, вот, я сделал, восстановил функцию, и они потом приходили ко мне еще через неделю, и значительно улучшилась ситуация за неделю. Я ввел, и, ну, отправил их дальше, ну, заниматься. То есть, за пять процедур этого было достаточно, получили результаты, все хорошо? Хорошо. Да, отлично, да. Хорошо, хорошо. Следующий пациент. Значит, ну, следующий пациент, футболист, мальчик 15 лет, боли в области тазобедренного сустава. Он потянул капсулу, вот, были переартикулярные боли тоже, был, я сделал подкароновым УЗИ, иголка 22G, переартикулярное пространство, я в капсулу сустава не входил. Я сделал переартикулярные тани, блокаду с коллагеном и с местным анестетиком, навокаином. Вот, и мы, я имел очень хорошую положительную динамику, ну, то есть, благодарность пациентов, то есть, они были очень довольны, потому что тоже был футбольный турнир, намечался, и надо было, ну, принять меры для того, чтобы убрать болевой синдром, установить функцию и улучшить состояние пациента. Ну, это случай интересный, все-таки крупный сустав, тазобедренный крупный сустав, и здесь работать непросто, тем более для футболиста один из главных суставов, правильно, тазобедренное коленное, нужно было дать результат. Ну, вообще, если я останавливаюсь в тазобедренном суставе, то взрослыми я делаю инъекции гиалуроновой кислоты в сам тазобедренном суставе под контролем УЗИ, но по рекомендации доктора Милани, когда я был на семинаре в Милане, он давал такую рекомендацию, что надо именно коллаген вводить переартикулярные ткани. Лубрикацию мы делаем с гиалуронкой, а дальше переартикулярно восстанавливаем святочную параду. Я делаю иголкой в сустав гиалуроновой кислоты, и потом мы делаем, иголочку тяну на себя, под контролем УЗИ, переартикулярные ткани, я ввожу коллаген МД. Ну, обычно это ХИП и МАСЛ, лучше всего, лучше всего, если бы зарекомендовали именно в этой области для применения при данных симптомах, болевых синдромах. То есть препарат МД для тазобедренного сустава, главный и типический МД МАСЛ для дополнительных препаратов. Если я вас спрошу, коллеги, мы не подготавливались к этому вопросу, а если, допустим, не было бы коллагена, понятно, что гиалуроновая была бы, да? Был бы такой бы результат или нет? Все-таки опыта у вас есть? Смотрите, я также применяю глюкокортикостероиды. Во всем мире такая практика есть, что применяется быстрый, короткий глюкокортикостероид. Ну, сразу снять поспаление, да, ну, детей надо здесь очень осторожно все-таки глюкокортикостероиды. Это гормональные препараты, и потому мы у детей применяем с большой осторожностью. Ну, то есть взрослых, да, понятно, что, вот, но ребенок, не хотелось бы менять его какой-то гормональный фонд. Конечно. Биорегулирующие процессы, потому вот мы применяем коллаген. Почему мы применяем коллаген? Потому что он не имеет аллергических реакций и не имеет также, не имеет также... Ну, противопоказания здесь... Ну, главное не имеет аллергические реакции. Что такое, ну, когда мы делаем любую инъекцию, мы делаем пробу на чувствительность препарата к пациенту, чтобы не было анафилактического шока, да, то есть мы с осторожностью применяем глюкокортикостероиды, местные анестетики. А коллаген, такой инструмент, который мы можем с уверенностью применять, что он обработан липазой и таким образом он потерял свои аллергологические свойства. То есть мы можем с уверенностью и с высокой долей... То есть я не видел ни одного раза аллергической реакции на коллаген как препарат. То есть вот что, какое он имеет конкурентное преимущество перед другими препаратами, применяемыми в предместных инъекционных терапиях суставов и тканей. Ну и потом здесь интересно, гиалуроновая кислота дала вам лубрикацию. Понятно, но парню 13 или 15 лет, вы сказали. А сухожильно-связочный аппарат нужно было восстанавливать и как раз здесь все-таки коллагеновые препараты будут на первом месте. Все-таки мощный сустав и сухожильно-связочная группа здесь очень сильно страдает. Правильно? Ну, у ребенка, естественно, были назначены и витамины, и холдер-протекторы, и астероидные противовоспалительные средства, соответственно, возрасту, тех дозировок, которые требовались. Но коллаген тоже, я считаю, что имел решающее значение, то есть в данном случае, потому что мы имели позитивный эффект. Еще видите, даже протоколы, итальянские протоколы, то, что специалисты итальянские говорят, наши специалисты, протоколы очень похожи, и результаты, кстати, очень похожи по эффективности лечения. Следующий пациент. Да, следующий пациент, это, значит, бразильский бокс. Пациент, мальчик очень крупный, значит, больше 100 килограмм, 21 год. Протрузии у него на уровне L5-S1. То есть достаточно было ввести один раз MD-люмбар и люмбар-масл. Я делаю тоже иголкой 22G, делая сегментарные блокады. Вот, я ему ввел в первый раз глюкокортикостероид, также взял местные анестетики, давай ввел MD-люмбар и MD-масл. Вот, и ввел в соответствующую область, чтобы снять воспалительный процесс. Мы получили очень хороший результат, то есть он тоже готовился к соревнованиям. Вот, буквально он пришел ко мне три раза. Первый раз я сделал с глюкокортикостероидами, второй раз я сделал чисто MD-люмбар и MD-масл по методу сегментарной блокады на уровне L5-S1. Так было только три введения? Да, три введения было. И этого хватило? И этого хватило, чтобы он восстановился. Ну, естественно, я еще занимаюсь остеопатическими методиками, я выровнял таз, выровнял грудную клетку, то есть я убрал перекосы, убрал перегрузки по фасциальным линиям, и после этого я ввел ему MD-коллаген. Следующий пациент? Ну, да, футболисты, много очень футболистов обращается к повреждению связок наружной лодыжке, это рано-малоперцовая связка, то есть так называемое растяжение связок. Что такое растяжение связок? Это частичное повреждение связок.